Ти-ли-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Ну что, о возможностях психики поговорим. Поговорим. У людей разное представление о психических способностях. Я когда-то, когда искала в жизни людей, которые обладают способностями, я искала тех, кто может лидировать, или тех, кто может телепортироваться, или тех, кто может какие-то шаманские штуки проводить. И даже сейчас у меня еще есть открытая тема. Например, я очень хочу попасть в Филиппины для того, чтобы встретиться с настоящими филиппинскими хиллями. Все это фокусы, Наташа. Ну, подожди, я видела в жизни не фокусы. Я понимаю. И все равно это фокусы. Это иллюзии. Иллюзии. Но фокус – это и есть иллюзия. Но дело в том, что есть иллюзия, которая создана как иллюзия, а есть иллюзия психическая. Согласна. Это разные иллюзии. Согласна. Но в любом случае это иллюзия, и ты видишь то, что ты видишь. Но при этом психические способности человека, они реально ничем не ограничены. Да, да. То есть если в коллективном будет нормой телепортация, то эта норма будет работать для коллективного. Да, да, да. Но на сегодняшний день такой нормы нет. И точно так же абсолютно любая способность, которая есть в психике. Если человек имеет в опыте, что у него что-то получилось, то управление погодой, управление природой, еще чем-то, он может на это опираться, и у него это уже будет психической способностью. И для него это будет уже как норма. Для него. Для него. Но для того, чтобы у него появилась эта норма в психике, надо, чтобы у него был опыт. Опыт. А опыт не случается, если человек сам в себя не верит. Получается замкнутый круг. Циклическая ошибка, из которой человек не может выйти. Он не верит, у него не получается. Соответственно, чтобы он поверил, надо опыт. А опыта без веры не получается. И все, он по этим граблям ходит, ходит. И движение происходит. Бесконечно, да. Он зациклен. Ну и плюс религия вносит свою лепту. Она закрепляет это. Религия именно и создает то, что все больше закрепляет, чтобы человек выносил силу из себя. Выносит силу и тут же говорит. И веру из себя. От дьявола, от лукавого. То есть держатся какие-то рамки, за которые человек не может выйти. А на самом деле, если бы он захотел выйти, он бы мог выйти. И жизнь была бы другой. И тогда все, что касается здоровья человека, его жизни, его проявлений, его путешествий, его, 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 определял бы он сам только. Он бы сам определял, какими психическими способностями он обладает. Но изменить это резко, глобально, никогда не получится. Все меняется планом. Потому что обязательно нужен опыт. Вот плавность задает опыт. Опыт. А чтобы был опыт, надо интерес. А что такое интерес? Это знание себя. Интерес – это когда ты чувствуешь себя. И вот он выход из циклической ошибки, на самом деле, через интерес. Ну, смотри, вообще все, что касается проявления человека, любого, да, вот в левитации, в телепортации, еще в чем-то, в любом проявлении, надо, чтобы человек был в себе. То есть он был собран в себе, в теле. В себе. Он осознавал себя Богом, создателем своей реальности. И он в своей реальности, как Бог, как создатель, может создать любую фишку. Но для этого надо полное, стопроцентное возвращение в себя. Казалось бы, это так просто, а нифига. Вернуться в себя нереально сложно. Вот элементарный пример, казалось бы, вот ты находишься там дома, и тебе позвонили в дверь. Все, ты уже во внешней реальности, тебя уже дома нет. Ой, а кто там? А что там? Ой, а какая погода на улице? Ой, а что в магазине? Ой, а что в телефоне? Да, ты мгновенно ушел, все вылетел. И тебя нет. Как взрыв. Вот, и в этот момент, когда тебя нет, ты уже не можешь обладать никакими психическими способностями. А казалось бы, а как? Так что мне, закрыться и отключиться от объективной реальности? Нет, начать ее создавать осознанно. А для этого нужен опыт. Вот опять-таки мы наступаем на те же самые грабли. И вот эти вот моменты включения во внешнее, это всегда зависание на объективности. А любое зависание на объективности, это потеря субъективности. Потеря субъективности, это обесценивание своего внутреннего психического мира. Это потеря себя. Это потеря себя, да. Все, пошла игра вне себя. Вот вам объективная реальность, там, где не я. Блин, это настолько просто, но это настолько непривычно, точка сборки такая, настолько непривычно для нашей жизни. Нас этому с детства не учили. Наши родители на этом не акцентировали внимание. Более того, любая подвижка сознания в эту сторону считалась дурью, чушью, сумасшествием, там, и так далее, что человек, даже слыша нас, он в это не может поверить. И, кстати, большинству людей, вот это я, когда мы были в Индонезии, очень много наблюдала, я же в интернет выделила разнообразных роликов. У меня столько было тоже осознаний. На Бали просто очень много. На самом деле все наши путешествия с тобой, они постоянно открывают, открывают и открывают сознание. Суть в том, что вот этот эксперимент, когда ролики лились по путешествиям, когда ролики лились как предложение возможностей людям, когда ролик состоял из нескольких частей, начинался путешествие, это было серьезное вкрапление сути, потом путешествие, заметят люди или нет, смотрят или не смотрят и так далее. И ты знаешь, мои наблюдения показывают, что мир спит с клемматозным словом. Спит. И возможности люди не используют. Все возможности просто профукивают. Я согласна с тобой, даже языка не надо знать, а ты просто смотришь на китайцев, на американцев, на французов, на русских, я имею в виду тех, кого язык ты не знаешь, даже не понимаешь. А ты смотришь, ты понимаешь, перед тобой спящий человек, вот спят. Спят. И разговаривают во сне. И человек находится постоянно в вынесенном состоянии. В вынесенном, поэтому он и спит. И любое возвращение в себя гипноз невозможно. Нету создания, нету понимания, причем у каждого свой вынос, свои программы, свои какие-то ограничения. Это все про ограниченность, ограниченность, соответственно, психических способностей. Да. Это все перекрытие себе всех возможностей. То есть, на самом деле, мы ведь, слушая детей, мы можем очень многое почерпнуть, но мы привыкли детям закрывать ротики и говорить, что что-то ерунду несешь. Это все ерунда, это все там, да. А ведь, на самом деле, дети очень многое... Именно у детей есть все возможности разбудить нас. То есть, открыть, снять эту крышку гроба, да, с нас, с банки, которая лежит, вот это ограничение снести. А мы нет, мы их, наоборот, под свое ограничение засовываем. Вместо того, чтобы услышать их и выйти из этого. То есть, дети нам, именно дети нам дают возможность выйти из вот этой коробочки своей собственной, а вместо этого мы их, наоборот, в свою коробочку засовываем. А на самом деле, вот все, что касается возможностей психических, и в частности, меня вот набали очень многие вещи по материализации. Они просто открылись, и вот все, что касается проявления в жизни, как оно происходит, как работает психика, как вот мы шаг за шагом идем, почему это не может быть вот так мгновенно, почему обязательно будет дельта во времени и будет проявление как лакмусовой бумажки, вообще, как идет включение внимания в игру там и так далее. Вот фактически подходим к моменту, как, почему кадры фильма идут не всегда 100% твои, почему вот ты одно, а у тебя какие-то вкрапления идут, другие и так далее. Вот про вот эти все вещи, я думаю, вообще имеет смысл поговорить на лекции в понедельник. Можно, да. То есть, рассказать подробно, я поэтому даже, когда там, пока мы ездили, я поставила два курса на расписание, просто упомянув, что оно будет, не курсы, а лекции и практику. А вот, это еще до восприятия из тела вот это дело, чтобы мы с тобой разложили все, что касается психических способностей, момент, где мы себя ограничиваем, и этот момент, когда мы создаем игру зависания на внешнем, когда мы не возвращаемся в себя. Как только у нас есть объективная реальность, у нас нет создателя. А создателя нет, потому что нет наблюдателя. Они все ушли в игрока. Мой игрок увлекся чужим и обесценил свое. Все, качели пошли там. Вот этот момент, он очень важен. Он настолько элементарен, настолько прост. И вот его разложить, как фильм устроен, я думаю, будет интересно. Очень, да. Я некоторые ролики там закидывал, пока там в море сидел. Но, но, но это все хорошо было бы подробно. Видишь, создатель выходит из наблюдателя на самом деле. Что такое наблюдатель? Что такое наблюдение? Наблюдение. На блюде не я. Наблюдение. На блюде услышь, не я. И ты просто кушаешь, не я. Ты съедаешь сам себя. Вместо того, чтобы создавать. Разные контуры создатель, наблюдатель и пошли в игру. Создатель, наблюдатель, игра. То есть, у нас получается, например, на уровне восприятия из тела мы всегда создатели. Тело создает себя само. Да. Тело создает клетки само. Мы даже не наблюдаем создание своих клеток. Мы не замечаем этого создания. Мы не держим на этом внимание. Оно идет в автоматическом режиме. Но следующий контур наблюдения, он, соответственно, вынесен уже на психику. И, соответственно, уже все, что касается наблюдения, дальше уже выбор, ты наблюдатель или ты игрок. И большинство игроки. Попробуй людям расскажи про субъективность восприятия. И при этом, а вот на том же самом бале куча людей, с которыми кажется, кажется, что мы общались. Да? То есть, персонал в отелях, там где-то на море, где-то там в поездках, где-то, где-то, где-то. А мы общались с людьми? Мы за всю поездку общались с одним человеком и плюс с Софьей, которая к нам прилетела из Сингапура. Все, у нас за всю поездку два человека, с кем мы общались, с Максом и Софьей. Все. А все остальные люди? Они же были, вроде бы рот открывался, ты же разговаривал, ты там что-то говорил. А где они? Про их нет. А ты не общался. Да, ты не общался. Реальность вообще, это просто, вот знаешь, как морские камешки, которые прикатились и укатились, они вроде были, их и не было. Почему? Потому что это был обслуживающий персонал. И вот смотри, как только человек становится обслуживающим персоналом, он становится морским камешком. Все, его нет. И у меня даже... Декорация сразу. Декорация сразу. И, соответственно, нет создания. Морские камешки не создают ни океан, ни людей, никого. Они просто катаются туда-сюда. И тоже было интересно. Но при этом благодаря им это есть. Да. И их внимание удерживается автоматически. Да, есть декорация. да, да, да. Использование. Я шутила на религии, на государственном так далее. То есть, такие вещи тоже было наблюдением. Выложила ролик с сутью, как можно дешево путешествовать. И самое интересное, что каждый человек, кто-то писал комментарий, не слышал суть. Вплоть до того, что многие считали, что Бали – это Грузия. Меня такой смех разбирал. Я, когда читала комментарии, есть, что вообще просто ты понимаешь, что пишут люди с ограниченным интеллектом или вообще куриной лапой. То есть, это вообще, ролик там набрал этот, я не помню, 300 или 500 тысяч просмотров за буквально за пару дней. Но при этом вот комментарии читаешь и понимаешь, блин. И большинство людей упрекало, что я там привела пример людей, назвав стадом, куда стадо побежало. Ну, то есть, видишь, сразу в обидку человек идет. В обидку. Вместо видеть суть, он его сразу выбрасывает в обиду. А он не может видеть суть, потому что он спит, он камень морской, он в стаде, он будет бежать в стаде. И, соответственно, в зеркало он будет видеть стадо. И, соответственно, он будет обижаться на зеркало. Да, да. И манипулировать зеркало. Стоп, слышишь его? Я ж не стадо, это не про меня. Вот ты, когда про стадо пишут, ты это на себя одеваешь? Ну, нет, конечно. Это же мысли такое. Да. Это как образ, который дает ясность то, о чем ты хочешь сказать. Да. Что ты хочешь понять? А, видишь, ну, точно так же, ну, точно так же, Наташа, возьми, люди общаются между собой с какой позицией? Вот, допустим, общаешься, да, и там о тебе человек что-то колкое говорит, и ты сразу обижаешься. Понимаешь? Ну, вот именно так, со стороны обиды сразу, да, и выносом на него, ты плохой, вот ты меня обидел, да, или ты там плохо сказал. Вместо того, чтобы, о чем это мне? Ведь это я себе говорю через этого человека. Для чего? Кстати, вот на тему колкостей и всего остального, помнишь, когда на пляже там камешки эти катались, и коралл красивый, как мозг человеческий. Я мужу говорю, муж, муж, я твой мозг нашла. Муж там, не, это не мой, это Димина. А представляешь, если бы наши мужья на нас вот за эти шуточки наши обижались, да? Да они бы вообще съели себя за время отдыха, сколько они от нас получили. У них же даже не было мыслей подумать, что у них нет мозгов. Ну, приколы, приколы. А про стадо и про там вообще про мои вот эти шутки я под роликами иногда читаю и понимаю, блин, люди, сон. Это сон. Ну, не хотите быть стадом, будут морские камешки, которые не определяют ничего вообще, просто катаются туда-сюда во сне. Куда, да, водичка. Куда водичка плюхнет туда, потекло. Так вот, чтобы не быть морским камешком, а все-таки вспомнить, что я человек, я бог, я создатель. И чтобы вот рассеять эти иллюзии сна, надо вернуться в субъективную реальность. Только в ней возможны психические способности. Угу. Ну, тогда в этих состояниях будет место юмора, в этих состояниях будет... В этих состояниях будет легкость, в этих состояниях будет свобода. Потому что все программы, вот эти обиды, вины, обвинения, злость, да, это программы, которые в зависимость вводят человека. Именно зависим человек. То есть вот она, зависимость, это и есть робот-автомат, вынос. А когда ты легко воспринимаешь и без обид, без вины, А ты слышишь глубину, подтекст Как между строк Вот это свобода И тогда ты можешь с человеком разговаривать Вот просто говорить На таком, что ты как стадо Ну, образно, да Ты как стадо сейчас сказали с горы прыгнуть И ты прыгаешь И человек не обидится, он услышит суть Что, о чем говорится Но для этого надо, чтобы было чем слышать суть Да Понимаешь? Для этого надо проснуться А у человека нет опыта просыпаний Соответственно Он спит глубоко в кумаре, да Коми И тогда ему хорошо заходит Все, что не забрось Конечно, все, что не Да Все, все, что не закинет И чужие игры, и войны И комментарии, что там люди воюют А вы там отдыхаете Какое право вы имеете отдышать Вы должны воевать Ты знаешь, меня даже удивило Вот пока мы улетали Вова тоже выезжал Но он выезжал через польскую границу Отдыхать И он был поражен Приехал, делился, говорит Мама, я такого не видел никогда Говорит, поляки, как сумасшедшие Они делают вид, что они не понимают русского языка Они ведут себя Вот с презренным отношением Там он ехал на машине с маленьким ребенком По законам Евросоюза Машина с ребенком До трех лет идет вне очереди А он простоял сутки на границе Никаких вне очереди, ничего А в обратную сторону Так вообще вынужден был уехать через Литву Просто на Бресте С Бреста уезжал на Литву Потому что, говорит, просто приехали поляки И начали шантажировать У Ирки российский паспорт И там какие-то вопросы по ребенку И в общем, он говорит А что мне делать было? Говорит, или стоять там трое суток Или с польской этой полицией И там бодаться, разговаривать Говорит, ну, сели на машину Поехали через Литву Говорит, приехали в Литву Говорит, а Литва соскучилась по белорусам Говорит, там такое отношение Говорит, и в магазинах везде Говорит, так очень тепло И к Вильнюсу принял Они там заезжали к друзьям Вот И, говорит, было удивление Он говорит, насколько разные отношения Насколько все Я говорю, ну, в следующий раз подумаешь Может, имеет смысл в Азию Я Азию люблю Поэтому я в Европу не люблю ездить Пускай они перебесятся пока Но, на самом деле, мы в любом случае Вот через свои люблю-не люблю Мы создаем вот это отношение Мы видим в зеркале Если у нас есть страх Мы будем видеть людей, которые это отразят Если у нас есть где-то обида Мы будем видеть людей, которые это отразят Это все наша реальность Наша И, опять-таки, про путешествия Наша реальность Можно путешествовать дешево Можно путешествовать дорого Можно Вот Бали вообще это показал Если раньше Знаешь, ты так А, Бали, чуть ли как не к Мальдивам Да, отношения А сейчас я понимаю Он обошелся дешевле Турции, ребят Почему вы туда не ездите Там же классно Ну и вот мелочи там Такие, которые были связаны Там с таможней Там со всем этим Мне тоже понравилось Я привезла оттуда красивый коралл Просто нашла на берегу Красивый коралл Никто слова не сказал В моей реальности можно было Я даже не знаю Можно оттуда влазить или нельзя А в Шанхае Тоже по реальности Помнишь картинка, которая была Когда девушки подбежали И начали рассказывать Что нельзя выйти в город Они пускают Что там подлинное мероприятие Вот оно вот именно так И распространяется Ну, совершенно ложная информация Ну, совершенно Так в их реальности Их не выпустили Да В их реальности Их заставили сидеть в аэропорту Потому что там какие-то У кого-то были ковидные мероприятия Ну, помнишь, как мы Нашим мужьям говорили Не-не-не Убери этих сумасшедших У нас все хорошо Да Мы пошли в город Абсолютно спокойно И вот те, кто Кто говорил, что не выпускают Ведь они приедут домой Приехали домой И они так говорили уже всем Что не выпускают И вот оно, пожалуйста, волна То есть начнет распространяться Не выпускают Да У нас же Мы говорим Мы произносим Реально Выпускают И это абсолютно Просто Идите И делайте свое дело Да И никого не слушайте И мы говорим Что выпускают Вот так же Как и интернет Человек слушает Там что-то Все плохо И все плохо А раз А другой говорит А я слышал Совсем другое То есть умей выбирать информацию Это как с погодой было Мы же вообще отключились У меня был момент Такого провала в сознании Когда я вообще Забыла про Беларусь Забыла про Минск Про дом Про все И вот мне сестра пишет Мороз минус 2 И присылает видео На каменной горке И идет снег Это что-то совсем рядом И я ей пишу Так, стоп У нас солнце У меня на улице Растут помидоры И я их еще не собирала И у меня растет Свежий укропчик Я его еще не собирала Так что Снега у нас нет А вы крутитесь Как хотите Потом Включила камеры На доме Посмотрела Снега нет У меня солнце Все И я это зафиксировала Слушай, что ты думаешь Мы вот вернулись Да И у меня Я еще не собирала На кустах А мы уже собрали Помидорки собрали Все как надо Красненькие помидорки Собрали Не вчера красные Собрала на поесть А зеленые висят У меня там даже Не возникало беспокойства Я слышала от тебя Эту тему Слышала И я не спорила Ну, то есть Не то, что не спорила Я не входила в разговор Даже У меня внутри было Абсолютное знание Спокойство Даже вообще не клыхалось Ничего Я просто знала Что мои помидоры Там зреют Все как надо Я тоже сегодня вышла Ну, сегодня дождь Ладно, не буду Я сегодня собирать помидоры Еще не наяву Еще не Новый год В конце ноября Да, еще не Новый год Пускай до Нового года Растут Ну, вот она Сказка 12 месяцев Как это Что там собирала Землянику А, подснежники Да Подснежники, да Поэтому у каждого Своя реальность И каждый несет свое Кто-то несет снег и дождь Кто-то несет солнце Кто-то несет Что его не выпускают в Шанхай Кто-то Кто-то, да Кто-то спокойно и гуляет Кто-то У каждого своя реальность Нет общей реальности Нет коллективной реальности А причем Да И причем Заметь Как быстренько Складывалась вся история Вот у тех Кого не выпускают Что она моментально Эта женщина Приплела сразу Потому что Новая волна ковида пошла Уже все Вот из-за этого Уже закрывается Смотри, как она Мгновенно Мгновенно Так она же Просидела в аэропорту И ее не выпустили А нам никто Словно Хочешь играть, играй Да Хочешь играть, играй А вы ходите на поезд На магнитных А вы не катались На поезде Едите кататься Да И покатались То есть Ну У каждого свое Вообще у каждого свое И люди умудряются Из этого Сделать коллективное Вот в тот момент Когда они делают Коллективное Они теряют Индивидуальное Все Потому что Они теряют себя Все Все Уже о психических Способностях Речь не идет Уже речь идет О том Полная зависимость Да Полная зависимость И при этом Коллективное Оно ведь тоже Хочется сказать Может быть красивым Это неправильно Не так Оно Коллективное Оно тоже Очень красивое Когда оно Находится в гармонии Потому что На самом деле Коллективное Это действительно Сила Которая Может быть Красивой А может быть Разрушающей Я к чему? К тому Что когда Это все Гармонично То смотри Как взять Нашу группу Да Две семьи Смотри Мы поехали И каждый Выполнял Ну то есть Кто что мог Тот и Как бы Вносил свое Вот Дима Он например Чем нам помог? Он очень хорошо Прокладывал нам Чем мы будем Заниматься Да Он досконально Все это Прокладывал И мы Благодаря Диме Могли Спокойно Этого не делать То есть Мы как будто Ну как сняли С себя это Да Возложив на него Вот оно Возложив на него Вынос ответственности На него Но при этом Это же ведь было В гармонии Вот оно Коллективное Точно так же Точно так же Смотри Когда Возьми коллективное По образу и подобию Вот так же В школах Если это В гармонии Или в Ну в школах В университетах Если это Находится в гармонии То ведь коллективное Дает действительно Если там люди Которые в интересе Которые Действительно Имеют свои Собственные Знания Не ограниченные Программами А своими Своим интересом То оно тоже Это коллективное Ты благодаря этому Ты можешь Своего ребенка Отдать в школу И знать Что там Вложат в него Действительно Здоровый То есть И тебе на это Время не надо Отдавать Ты можешь Заниматься Своим делом И тоже Своего Интереса Создавать Что-то Действительно Как Ну можно сказать Так Высокопарно Полезное Ну вот оно Коллективное Когда оно В гармонии А когда оно Не в гармонии А в дисбалансе То это коллективное Оно разрушающее Что мы и видим Войны То есть Когда каждый На своем месте Это Красивейшая Игра Красивейшая Игра В которой Есть Одновременно Индивидуальность А индивидуальность Это свой Собственный Интерес И коллективность Когда этот Интерес Этот Интерес Этот И это все В гармонии Как отлаженный Инструмент И тогда ты живешь Просто спокойно Абсолютно Доверяя Пространству Как самому себе Потому что это пространство Это и ты и есть И ты в гармонии Находишься И пространство В гармонии То есть Все взаимно Вот она материя Вот она мандала Назовите Какого-то Вот она вселенная Вот она гармония Вот она ткань Красивая Живая Ткань Потому что Коллективное Оно дает Начало Начал То есть Оно дает Эту силу На которую Ты можешь положиться Это как почва На которой Ты можешь ходить Поэтому И стремились Управлять Коллективным Да Чтобы Это коллективное Отражало Лишь одно сознание Да Чтобы другие сознания Не вмешивались В процесс создания Да А это По парадоксу Невозможно Да И тогда Неуправляемое коллективное Вносит хаос И этот хаос Не дает Работать Управляющему Сознанию В стопроцентном Режиме Но обо всем этом Мы будем лучше Говорить на лекции Про психические Способности Она будет Офигенной В понедельник Это уже и так Понятно Что офигенно Ух Развернемся Развернемся До встречи Друзья на лекции Редактор субтитров Редактор субтитров